В 1965 году, когда Ford Mustang и Plymouth Barracuda показали покупателям, на что способны настоящие американские V8, заключенные в компактный кузов, словосочетание «японский спорткар» могло вызвать приступ безудержного смеха и у покупателей, и у автостроителей. Но прошло всего 5 лет, и тому же Ford вместе с другими американскими производителями спортивных автомобилей было не до смеха. Ведь в 1970-м на американский рынок вышел первый Datsun серии Z. И хотя эта модель не стала абсолютной властительницей сегмента компактных спорткаров США, со временем она все же превратилась в одну из самых популярных двухместных спортивных машин в мире и послужила вдохновением для большинства будущих спорткупе из страны восходящего солнца. В 1970-х Datsun и серии Z никогда не продавались в таких же количествах, как Mustang 2 или второе поколение Camaro, однако их популярность на американском рынке действительно была очень высока, даже несмотря на то, что Nissan поначалу не проявлял к их продвижению особого энтузиазма. Можно сказать, что за успех Datsun Z на рынке США японская компания должна благодарить лишь одного человека — основателя и руководителя своего американского подразделения Ютаку Катаяму. В 1950-х этот человек был кем-то вроде изгоя в корпоративной среде Nissan. Он был, если так можно выразиться, «неполиткорректен» с точки зрения руководства, поскольку отказался вступать в профессиональный союз ниссановских топ-менеджеров. Чтобы усмирить строптивого сотрудника, Nissan послал его подальше — в Австралию для организации участия японской команды в ралли «Мобил ГЭС». И Катаяма, ко всеобщему удивлению, блестяще справился с возложенной на него задачей. Команда маленьких 210-х Datsun оказалась победителем в своем классе и сильно подогрела интерес прессы и публики к продукции Nissan. Но вместо того, чтобы щедро вознаградить Катаяму, компания придумала для него новое испытание, выслав его в Соединенные Штаты для проведения рыночных исследований. И втайне надеясь, что Катаяма, грубо говоря, облажается и навсегда исчезнет с горизонта. Но не тут-то было. Ютака Катаяма в очередной раз подтвердил свою профпригодность, фактически в одиночку сумев заложить фундамент для открытия американского подразделения Nissan, сегодня известного как Nissan USA. Катаяма стал вице-президентом этого подразделения осенью 1960 года. А основным, но и не единственным продуктом, которое это подразделение предлагало, стал малыш Datsun 510, чем-то похожий на BMW 1600. К 1965 году Катаяма развил в Штатах настолько бурную деятельность, что японским боссам не оставалось ничего иного, кроме как назначить его президентом подразделения. И уже к 1967 году Катаяма вывел Datsun на четвертое место в списке автомобильных брендов, импортируемых в Соединенные Штаты. Это был успех, о котором пять лет назад Nissan не мог даже и подумать. Но если говорить о цифрах продаж, то они не были такими уж и серьезными. Компания реализовывала лишь около 60 тысяч своих машин в год. И Катаяма прекрасно понимал, что на одних только пятьсот десятых Datsun в США далеко не уедешь. Он мечтал привезти в Америку настоящий японский спорткар. Настоящий даже по американским меркам. Однако вплоть до конца шестидесятых эта мечта так и оставалась мечтой, учитывая какими характеристиками в то время обладали мустанги, барракуды, камара или фаерберды. В линейке Nissan в этот момент имелась как минимум одна спортивная модель – Datsun Fairlady, которая на рынке Соединенных Штатов продавалась под именем Datsun 2000 Sports. Этот родстер, чей дизайн был навеян британскими спорткарами от Triumph и MG, по мнению американской прессы отличался высоким качеством сборки, отличными тормозами и достаточно уверенно держался на дороге. Однако его двухлитровый двигатель подавал лишь 135 лошадиных сил, которых хватало для разгона с места до сотни километров в чуть быстрее 10 секунд, и по меркам американских покупателей это была так себе динамика. Ютака Катаяма как президент Nissan USA осознавал, что Datsun Fairlady – это не самый лучший вариант для завоевания американского рынка. Причем главную проблему модели он видел не столько в динамике, сколько в типе кузова. Ведь спрос на родстеры и кабриолеты в США к концу 60-х снизился весьма ощутимо. Катаяма мечтал предложить американцам настоящее спортивное купе – нечто похожее на модель, известную под кодовым обозначением A550X, которую в начале 60-х японская фирма разрабатывала совместно с Yamaha на основе дизайна Альбрехта Герца, создателя знаменитого родстера BMW 507, о котором я уже как-то рассказывал… Nissan не довел этот проект до логического завершения, но Yamaha продолжила над ним работу совместно с Toyota, в результате чего на свет появилась знаменитая Toyota 2000GT. Руководство Nissan относилось к проекту спортивного купе весьма скептически, но Катаяма продолжал и продолжал настаивать и требовать от компании создания подобного автомобиля, аргументируя тем, что такая модель появительна на американском рынке могла бы стать не только корпоративной, но и национальной гордостью. В начале 67-го года Катаяма отправился в Японию, чтобы лично донести свои идеи до руководства. И оказалось, что не только он один мечтал о появлении в линейке Nissan спортивного купе. Катаяма нашел поддержку в лице Йошихика Мацуо, возглавлявшего отдел дизайна спортивных автомобилей Nissan. Вместе они сумели таки убедить больших боссов, что американские покупатели будут только рады увидеть на рынке новейший японский спорткар, выполненный не в форме родстера, а двухдверного купе. Так родился проект под кодовым обозначением Z, в дизайне которого прослеживалась стилистика таких современных ему моделей, как Opel GT, Maserati Ghibli и даже Ferrari 275 GTB4. С целью снижения издержек в конструкции Datsun Z использовалось множество компонентов от уже существовавших моделей Datsun, в том числе подвеска MacPherson, тормоза, дисковая спереди и барабанная сзади и прочее. Рядный шестицилиндровый двигатель для рынка США имел объем в 2,4 литра и, по сути дела, представлял собой 1,6-литровую четверку от 510-й модели с двумя дополнительными цилиндрами. В конце 1967 года проект Datsun Z был одобрен руководством для запусков производства. В начале 1969 года прототипы новой модели были привезены в США для тестирования, а осенью того же года купе поступило в продажу на местном японском и на американском рынках. В самой Японии модель оснащалась 2-литровым двигателем и называлась Fair Lady Z, однако Катаяма предположил, что имя Fair Lady, то есть прекрасная леди, может показаться слишком уж женственным, слишком нежным для американских покупателей, поэтому он решил использовать буквенно цифровое обозначение для модели – 240Z, в котором цифра 240 намекала на объем двигателя. По слухам, правдивость которых остается под вопросом, когда первая партия готовых для продажи датсунов прибыла в США, Катаяма лично срывал с них логотипы Fair Lady и прикреплял уже подготовленные эмблемы 240Z. Первое поколение Datsun Z или Datsun Z, если произносить название по-американски, продавалось с 1969 по 1978 год. На этапе выхода на рынок купе имело 413 см длины и весило чуть больше тонны. Мощность двигателя под капотом 240Z составляла 151 лошадиную силу, чего было достаточно для разгона с места до 100 км за 8 с небольшим секунд. С такой динамикой и максимальной скоростью в районе 190 км в час, Datsun не представлял угрозы для моделей такого калибра как Corvette или Jaguar E-Type. Но японская машина оказалась быстрее большинства американских поникаров начала 70-х, кроме тех, разумеется, которые все еще оснащались апокалиптическими 440 V8, Хэми или Кобрами. Большинство же европейских конкурентов от Opel GT до Porsche 914 и близко не могли тягаться с Datsun в части разгонной динамики. А вот тормозная динамика, равно как и управляемость, по мнению прессы, не были в числе самых сильных сторон модели. Тем не менее, большинство журналистов сходились во мнении, что японцам удалось создать весьма достойный спортивный автомобиль. С этим утверждением соглашались и потенциальные покупатели, особенно, когда они узнавали о цене Datsun, составлявшей 3526 долларов. За такую сумму в США можно было взять, например, 8-цилиндровый Camaro с почти таким же оснащением, как у японца, с радиоприемником, полным набором инструментов на приборной панели и радиальными шинами. В то же время представители европейского автопрома оценивались существенно дороже японца. За Alfa Romeo GTV, к примеру, просили примерно на 1000 долларов больше. При этом выглядела итальянская модель совсем не так свежо и стремительно, и к тому же было медленнее. Появление Datsun 240Z серьезно изменило расстановку сил на американском рынке доступного спортивного импорта. Британские модели от Triumph и MG практически мгновенно потеряли львиную долю своих продаж, а удар по Porsche 914 и Opel GT оказался настолько силен, что прийти в себя эти модели уже не смогли. В 1970 году на территории США было реализовано около 23 тысяч моделей 240Z. А общее количество проданных в штатах Datsun возросло с 58 тысяч в 69-м, до 104 тысяч в 70-м. Эти цифры достаточно наглядно показывают, сколько новых покупателей пришли в шоурумы Datsun именно благодаря появлению 240Z. В 1971 году реализация модели возросла до 33 тысяч, то есть увеличилась почти в полтора раза. Цифры продаж сами по себе не были такими уж и большими, на фоне тиражей фордовских, GM-овских и даже крайслеровских поникаров, однако динамика их роста стала более чем серьезным поводом для большой детройтской тройки, чтобы задуматься о ближайшем будущем. А вот с точки зрения Nissan, успех Datsun на американском рынке был просто ошеломляющим. Компания наконец признала, что прогрессивное видение Ютаки Катаямы имело под собой все основания и полностью себя оправдала, и лишь благодаря его настойчивости и целеустремленности этот успех стал возможен. В то же время, когда одни топ-менеджеры Nissan были по-настоящему впечатлены работой Катаямы, другие начали плести против него заговор, что было обусловлено то ли черной завистью, то ли какой-то личной неприязнью. Продажи Datsun Z в Штатах продолжали расти почти с каждым годом и в какой-то момент добрались до своего пика в 75 тысяч экземпляров. Это тем более удивительно, если учесть непомерный рост цены модели, которая к 78-му практически удвоилась и при добавлении некоторых опций, например трехскоростного автомата, могла приблизиться к десяти тысячам долларов. При этом автомобиль, как и все прочие продававшиеся в США, постепенно терял мощность. В 73-м его 2,4-литровый двигатель выдавал уже 129 лошадиных сил, но в 74-м мощность возросла до 139, благодаря появлению более крупного силового агрегата объемом в 2,6 литра. В соответствии с этими переменами модель была переименована в 260Z, но уже в 75-м модельном году и версия 260 уступила место модели 280Z, оснащенной еще более крупным двигателем на 2,75 литра, в котором взамен карбюратора использовалась система впрыска топлива. Мотор развивал 149 сил, то есть не намного меньше, чем было у оригинального 240Z, однако машина весила почти на 200 кило больше оригинальной и это соответствующим образом отразилась на динамике, причем как разгонной, так и тормозной. Тем не менее, продажи Datsun Z продолжали расти. Такая тенденция наблюдалась даже у Corvette, поскольку во времена больной эпохи американские покупатели перестали обращать внимание на мощность и выбирали себе авто больше исходя из его стилистических особенностей. Несмотря на американский успех Datsuna, закулисный заговор, организованный против Ютаки Катаямы в Японии, привел к тому, что отец Z-Сирии в 1975 году был смещен с поста президента Nissan USA. Еще два года он продолжал числиться председателем американского подразделения компании, тогда как ее президентом был назначен некто Хироши Маджима, человек куда более надежный и лояльный внутренним корпоративным ценностям японской фирмы. В 1977 году Катаяму вызвали в Токио, где сообщили о его скором увольнении. Формальной причиной для этого стало достижение пенсионного возраста. Кому-то из тогдашних ниссановских боссов Катаяма встал поперек горла настолько сильно, что его фамилия была надолго вычеркнута из большинства официальных историй и проросрелизов Nissan. Лишь в 90-х, когда японская компания объединилась с французским Renault, Катаяма был, если так можно выразиться, официально реабилитирован. В 1998 году за свои достижения в деле продвижения японских авто на рынке США Катаяма был введен в американский автомобильный зал славы. Ютака Катаяма ушел из жизни в 2015 году в возрасте 105 лет. Datsun Z первого поколения, представленный в США сериями 240, 260 и 280, с 69-го по 78-й включительно разошелся тиражом более 540 тысяч экземпляров. Это более чем внушительная цифра для двухместного спортивного автомобиля. Его преемник Datsun 280 ZX, продолживший носить имя Fair Lady Z на японском рынке, во многих смыслах стал другим автомобилем. Он выглядел все так же стильно и стремительно, но стал крупнее, мягче и в некотором роде роскошнее. Именно благодаря этим качествам, а вовсе не динамическим характеристикам, журнал Motor Trend присвоил модели титул лучшего импортного автомобиля года в 79-м. Сегодня первое поколение Datsun Z многими американскими автомобильными историками считается одной из, а возможно даже и наиболее важной импортной моделью второй половины 20-го века. Однако статус культового авто, по крайней мере на том массовом уровне, который имеется у классических мустангов или Camaro, у Datsun все еще отсутствует. В 97-м году Nissan запустил компанию по профессиональному заводскому восстановлению моделей серии 240 Z, однако желающих ею воспользоваться нашлось совсем немного. Отсутствие должного интереса к этой модели, которая пока так и не превратилась в культовую классику, некоторые историки связывают с самой эпохой, в которой модель появилась и существовала. В те времена спрос на нее был высок, но в целом мало у кого из их помнящих и ныне живущих может возникнуть реальная ностальгия по автомобильным 70-м, которую совершенно заслуженно называют больной эпохой. И тем не менее, история успеха японских спорткаров на американской земле началась именно с появления Datsun 240 Z, дело которого со временем подхватили такие модели как Toyota Celica Supra, Mitsubishi Starion или Mazda RX-7. Уважаем Earth Party! Уважаем нас тут поездки, а так же весело mandate waar 38-jährная дети дали иде ک étaasy для того, как вскрыгивать и присутствует этоUD ?